Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас в теме поиска универсального небольшого ножа для города нож спайдерка Bird Medalark от торговой марки Bird, которая принадлежит компании спайдерка и под которой выпускаются ножи, производимые в Юго-Восточной Азии. Ну, конкретно в Китае. Отличительной чертой складных ножей Bird с одноруким открыванием является форма отверстия на клинке в виде кометы или, как некоторые говорят, птичьего черепа. Bird фактически является отдельным подразделением, выпускающим бюджетные ножи, которые, не уступая по качеству сборке старшему брату и стоя в три раза дешевле оригинальных спаев из-за применения бюджетных материалов, стали довольно популярны во всем мире и по праву, я думаю, пользуются славой надежных, неприхотливых ножей для повседневного пользования и так далее, и так далее, и так далее. Параллели проводить здесь очень легко, особенно для людей, которые знакомы с продукцией спайдерка. Если, например, у спайдерка есть эндуро, то у Берда есть в три раза дешевле ее известный клон Кара Кара 2. Если вы заглядываетесь на спайдерка Делику, но цена вас немного озадачивает, то обратите внимание на Bird Meadowlark 2, о котором у нас сегодня и пойдет речь. Вот по ценам Bird Meadowlark 2, конкретно этот нож, стоит около 25 долларов, так как Делика у нас около 80 долларов, то разница, вы сами понимаете, уже больше, чем в три раза. Стали у них разные. Здесь у нас 8 Chrome 13 Malibden Vanadi. У Делики, к сожалению, у меня этого ножа нет, по понятным причинам я взял подешевле, но есть у меня Enduro. Вот на Enduro у нас VG10, а здесь у нас бюджетная сталь, немного помягче и с другими немного показателями, но для повседневных задач очень даже неплохая. Итак, по размерам. Общая длина 173 мм. Ножа в сложенном состоянии у нас. Нож 10 см. Давайте я вам покажу, где нож находится по габаритам, по размерам, чтобы вы в общих чертах понимали, где, как нож позиционируется. Есть у меня Alox Pioner, есть Spider Cutinacious, есть Enduro, побольше нож. И вот видите, по габаритам у нас ножичек так короткий и больше, наверное, напоминает не серьезный такой нож, а скорее нож ближе к Victorinox с небольшим клинком. Вот у Alox 71 мм. А вот у Bird'а конкретного Meadowlark у нас 74 мм. То есть это такой по размерам, я бы сказал, овощной фруктовый нож с столовыми такими размерами. 12-15 мм ширина клинка, хотя в этом месте у нас 27 мм сюда сужается. И вот я думаю, что самый удобный нож для городских утилитарных задач. Он не большой, не маленький. Режущая кромка у него составляет 65 мм. Я думаю, для работ в офисе и в городе это вполне достаточно. Режущая кромочка, видите, у нас, ну если так сильно придраться, сделана не очень качественно. Здесь ровненько, здесь, смотрю, немножко завалили. Ну, клиночек, видите, у них тут спуски от обуха. Этот принцип тройного клина раз, два и три, в принципе, он дает замечательную проникающую способность как при проколе, так и при резах. А сведение в 0,5 позволяет достичь как тонкого реза, так и стойкости, в принципе, рабочей кромки при работе и по твердым материалам. В общем, здесь по клиночку у нас горбинка, но точно так же, как на спайдерка. Здесь вот на первом Медау Ларке у нас была больше такая, больше такой горбик, я извиняюсь. Здесь насечки, 11 насечек, точно так же, как на Индурии или на Делике. Здесь у нас такая дулька, дулька очень хорошая, в принципе, вот на Индурии, я смотрю, тоже у нас дулька есть, очень хорошо себя проявляет, при правке на досточке, при работе по продуктам, из-за этой дульки ничего сюда не попадает, в механику, в принципе, очень хорошо. Нож контролируется. Отличительной чертой у нас является вот этот Bird Hole, кстати, очень удобный, палец в него очень хорошо проваливается, в темноте вы точно не промахнете, вот смотрите, как палец глубоко ложится в это отверстие, как при открывании, так и при закрытии клинка. Очень удобный, я думаю, даже удобнее, чем на Spider Hole, он круглый, а здесь вот немножко он продолговатый, и это доставляет дополнительное удобство. Хотя по диаметру эти отверстия, вот в радиусе, в диаметре, они абсолютно одинаковые. Здорово сделан вот здесь подпайцевый чойл, чего нет на Делике и на Индурии, здесь этого чойла нет, здесь для контроля клинка, конечно, для указательного пальца это чойл просто замечательный и дает возможность контролировать клинок в различных положениях, при различных резах. Так, по клинку у нас, здесь у нас надпись Bird, торговая марка, марка стали 8 Chrome 13, Малебден Ванади, здесь у нас написано China, страна производства, и здесь знак регистрации торговой марки. Дальше механика у нас, механика у нас на бронзовых шайбах, клиночек ходит плавно, в закрытом состоянии у нас клиночек по центру, никаких претензий к качеству нет, клиночек выходит плавно, замок Backlock закрывает и держит клинок без люфтов, без горизонтального и даже без вертикального, хотя говорят, что на вертикальных, вертикальный люфт все равно должен присутствовать, ну хоть маленький, но благодаря тому, что, в принципе, вес клиночка маленький, замок держит очень жестко, никаких люфтов нет. Я вам скажу, что такого пушечного флипа у этого ножа нет и не будет, наверное, потому что клиночек маленький, и для того, чтобы флипануть, нужно очень сильно тряхнуть рукой. Можно осевым винтом отрегулировать себе более плавный или там легкий ход или там падение под собственным весом, но тут нужно выдерживать очень четко баланс между свободным ходом клинка и в то же время отсутствием горизонтального люфта. То есть каждый тут регулирует себе как хочет. Так, едем дальше. Рукоять. Рукоять у нас 10 сантиметров длиной и толщиной где-то до 1 сантиметра. В принципе, толщине они с остальными ножами, как с Delica Enduro. Даже вот с Alox они, в принципе, сопоставимы. Одинаково. Но здесь 0,925 конкретно. Очень хорошо рукоять заполняет руку по размерам. И достаточно для вот небольшой ладони, такой, как у меня. Вот при таком хвате, если указательный палец и большой здесь, и даже при таком хвате вот все пальцы у меня умещаются. Два пальца сюда, безымянный. И вот даже мизинец ложится на вот эту выемку. Если у кого-то большая рука, в принципе, есть у нас темлячное отверстие. Можно сюда сделать темляк для лучшего контроля ножа. И будет вам очень удобно. Отдельно хочу сказать по текстуре выполнения вот этих рельефных насечек. Она более здесь глубокая, более грубая, чем у Enduro или Delic. Можно сравнить. Я вам сейчас поднесу нож ближе, и вы посмотрите, как сделаны эти насечки. Наклон сделан от центра клинку, и здесь от центра рукояти, к хвостовику рукояти. То есть, получается, вот эти пупырышки, насечки, они вам будут врезаться в пальцы, когда вы совершаете поступательное движение, а эти насечки будут вам врезаться в лодон, когда вы делаете движение назад. Ну вот эти углы, несмотря на то, что они хорошо обработаны, сама выштамповка формы сделана так, что нож очень хорошо ложится в руку, очень твердо, не вырвете его ни из мокрой руки, ни в перчатки. То есть, он врезается в руку, даже вот если сильно сжать, то будет в некоторых местах больно, и останутся следы. То есть, рукоять очень цепкая, цепкость больше, чем на эндуре или делике. Внутри рукояти у нас лайнеры, я не знаю, вот видно, видно на камеру, лайнеры выбраны по максимуму, поэтому вес ножа составляет 67 грамм. Я на весы ложить нож не буду, чтобы не затягивать видео. Дальше у нас здесь хромированная клипса четырехпозиционная. Я думаю, ну, на мой взгляд, опять же, клипса здесь лучше. Во-первых, она хромированная, не облазит, как на эндуре, не крашеная, правда, не имеет никакого сдачка. Она здесь короче и выглядит, ну, я вам скажу, посолидней. Здесь пожестче, а здесь где-то средней жесткости. Такая довольно-таки приятная клипса. Но, кстати, клипса по размерам абсолютно по вот этим размерам одинаковая, поэтому, в принципе, можно поменять эту клипсу сюда, а эту клипсу сюда. Ну, это как пожелание. Но мне, например, больше нравится такая хромированная клипса. По удобству ношения этого ножа нож короткий, легкий и узкий. Можно носить не только в основном кармане брюк или джинсов и в рубашке, я думаю, можно носить и в пизоте. То есть, ну, 67 грамм. Легкий нож. Даже можно носить в маленьком кармане джинсов, так называем watch pocket, то есть, кармашек, который появился в 1873 году в джинсах Леви Страус и предназначался для карманных часов. Некоторые говорят, что они сейчас эти кармашки для презерватива, некоторые говорят, что для зажигалок зипа, но на самом деле они для карманных часов предназначались. Глубина этого кармашка 9 сантиметров, в принципе, при весе 66 грамм, 67 грамм, не чувствуется в кармане нож, немножко наискоси его положите, закрепите, и можно уже в этих джинсах и садиться, садиться не мешает, сидя, легко доставать и повесить обратно, что в офисе, например, или в машине очень важно. Так, что еще хотел показать? Ну, давайте попробуем что-нибудь порезать, просто не для теста стали. Тест стали это давно проходили, она аналог АУС-8, полно видео. Давайте по удобству резкий, ну, давайте возьмем, что у нас в офисе можем порезать. Давайте вот возьмем толстый, допустим, толстую стяжечку и так, раз, оп, ну, очень хорошо нож. Я вам говорю, геометрия ножа, замечательно, давайте, все любят бумажки резать, ну, давайте им и порежем бумажечку. Бумажечку очень хорошо ножа режет, со всеми вывертами, то есть, заточка из коробочки, геометрия, сведение 0,5, если вы будете за ножом хорошо ухаживать где-то раз в неделю, править его на досточке или, например, с помощью мусатика, то, в принципе, нож вам прослужит долго. Вот хорошо эта дулька работает при снятии изоляции, почти точно так же, как инструмент для снятия изоляции. Вот я ближе покажу, вот смотрите, вы его так зацепили и изоляцию аккуратно снимаете. Давайте я вам покажу, вот на UTP-шном кабеле подрезали, изоляцию сняли, здесь у нас ничего не нарушено. В общем, вот эта дулька работает по снятию изоляции очень хорошо. Так, ну что там, давайте вот какую-нибудь веревочку, бечевочку разрежем так вот одним движением, ножичек маленький, вот видите, никаких усилий, все замечательно. Так, и продукты. Не брал я много продуктов, я взял один продукт яблоко. Считаю яблоком самым нажиманским продуктом для резки, потому что, ну как вам сказать, нося нож на кармане, ни один нажиман не будет есть яблоко просто кусая, обязательно он его будет резать, особенно при девушке, поэтому я считаю, что если вот этот нож справится со всеми задачами, там очистить шкурку, порезать яблоко, то в принципе можно ему ставить 5 баллов. Кстати, некоторым своим друзьям, которые носят или любят большие массивные ножи, я им всегда говорю, ребята, вот если он говорит, этот большой нож самый замечательный, я с ним буду всю жизнь ходить, я говорю, ну порежь яблоко, но только не поруби, а именно порежь, и вот тут у нас возникают некоторые споры, но это так, отклонился, давайте попробуем вот взять как картошечку и снять кожуру с яблочка, мне вот интересно было, как удобно будет нож резать вот с таким вот горбиком, как пальцы будут удобно лежать, я вам скажу, что нож работает, ну в принципе как нормальный овощной небольшой нож, можно захватить и побольше, можно снимать тоненькую, очень тоненькую вот такую шкурочку, я вам думаю, этого будет достаточно, так, ну что, давайте разными резами попробуем яблочко порезать пополам, режем его пополам, так, вот здесь вот делаем такие надрезы, убираем все эти черенки, хвостики и вот берем ножичек вот такой, видите, где пальцы лежат, вот, вот пальчик лег сюда, эти два пальца сюда, я беру за клиночек и делаю вот такую выбираем сердцевинку, вот, сердцевинку выбрали, так, теперь давайте попробуем вот такими дольками нарежем, как вы девушку угощаете или друга своего, так, теперь давайте вот как помидорку или там огурчик порежем вот таким вот способом, видите, довольно-таки большое яблоко, но 65 миллиметров режущей кромки абсолютно хорошо позволяет нам все делать, все там тонкие работы, давайте вот так порежем, да, это, конечно, не столовый нож, то есть здесь нет вот этого такого большого животика и надо пальчики убирать, но я думаю и с колбаской, и с сальцом, и с огурчиком этот нож справится на ура, и с картошечкой тоже, ну, хотите, давайте вот так возьмем нож, как ручку и как скальпель сделаем какие-то там надрезы фигурные, в общем, поруководим клинком так, как нам удобно, и видите, что все со всем этим нож наш отлично справляется. Так, по обслуживанию, по обслуживанию, ну, обслуживание тут как у обычного ножа, если он у вас поработал по продуктам, вытирайте его на сухо, промойте под проточной водой, особенно после контакта с лимонами, солеными огурцами, с соленой водой, несмотря на то, что у нас нержавеющая сталь, вот, за ножом все-таки надо следить. Если вот сюда что-то попало, засорилось, возьмите флицкий, причините, прочистите нож, смазывайте его периодически, баллистолом обрабатывайте клинок, чтобы он не покрывался петтингом, и у вас в принципе нож будет служить долго, надежно, с благодарностью вам. Если вас заинтересовали ножи вот таких габаритов, я еще хочу вам посоветовать посмотреть, обратить внимание на похожие ножи, например, такой нож, как Кабар Дозер Фолдинг 4065, правда, цена его будет на 10 долларов дороже, он стоит 35 долларов, или Беншмейн Хеклер Энкох Мини Пика 2 14412, его аббревиатура, но тот будет уже стоить порядка 44 долларов. Обзоры на эти ножи вы можете найти самостоятельно на YouTube или воспользоваться подсказками вверху справа на видеоролике. Но мне лично, когда я сравнивал эти ножи, перед тем, как приобрести этот нож, вот этот нож понравился больше. Я вообще люблю продукцию Спайдерка, но Делико на сегодняшний день не по карману, и я решил приобрести этот нож и не пожалел. Поэтому давайте подводить итоги. Если вам нужен недорогой легкий, качественно сделанный DC-нож с бюджетной сталью, надежным замком, цепкой рукоятью, компактных размеров, удобной для ношения решения утилитарных повседневных задач в городских условиях, советую вас обратить внимание на эту модель. На этом у нас все. Надеюсь было не скучно и недолго. С вами был канал о мужских игрушках. До новых видео. Пока!